Добрый день. Меня зовут Сарьяна Пономарёва и со мной сегодня мои соведущие Татьяна Азанова, Лариса Рослякова и Светлана Калина. Поскольку мы здесь будем говорить о тех вопросах, которые мы уже затрагивали в прошлый раз, я немножечко сделаю такую ссылочку. В прошлый раз мы начали говорить о теме детей с ограниченными возможностями здоровья, о том, какие у них есть особенности воспитания. Вот у нас присутствовала тогда редактор газеты Добрый Свет, она комментировала, она рассказывала о своем опыте взаимодействия с родителями таких детей. И сегодня мы продолжаем эту тему, мы тоже будем говорить о семьях, где есть особенные дети. Я здесь выступаю в роли модератора, но я скажу, что я являюсь руководителем детского телефона доверия. Здесь мы, наверное, тоже будут какие-то давать комментарии как психолог, как семейный психолог, как человек, который слышит то, что говорят нам по телефону и дети, и взрослые. И коллега моя Татьяна Азанова, семейный психолог, психолог высшей категории, супервизор детского телефона доверия. Она тоже будет давать свои комментарии, свое введение некоторых вопросов. И теперь я попрошу представиться моих гостей. Ну вот, допустим, Светлану Калину я могу представить, я это почти помню. Она директор благотворительного фонда «Социальная деревня Светлая» для людей с ограниченными возможностями. А это Лариса Рослякова. Мама ребенка с особенностями. И она нам расскажет о своем опыте. Может быть, мы сначала тогда начнем говорить о фонде, о его проектах. То есть нам бы хотелось рассказать не только о трудностях, затруднениях, сложностях таких семей, а может быть, как раз наоборот, о том, что им удается, кто им помогает, что им удается, какие у них перспективы, какие у них уже победы случились и чем они намерены дальше заниматься. Давайте, Светлана, тогда мы, наверное, с вас начнем. Очень хорошо, чтобы о нас вспомнили, потому что та газета, о которой в предыдущей передаче была, кстати, я ее смотрела, хорошая газета, передача со Светой Галиной разговаривали. Это как раз детище фонда Светы, который здесь присутствует. Это наши, как, ну, я позволю себе сказать, что нашего фонда, Деревня Светлая, поэтому, наверное, логично к истокам. Да, давайте. Давайте немножко к истории вернемся, к созданию этого фонда. Он был создан 4 года назад, вот буквально 9 января, нам исполнилось 4 года, создан по инициативе родителей, которые воспитывают детей с ментальными нарушениями, то есть с нарушениями интеллекта. И, конечно же, основная цель нашего фонда, чтобы в Пермском крае, на территории Пермского края появилась новая модель проживания таких людей в рамках социального поселения. Мы хотим создать альтернативу психоневрологическим интернатам, потому что мы, к сожалению, родители не вечны, и пока наши дети маленькие, мы их воспитываем в семьях, как можем, обучаем, даём им социальные прививаем навыки, профессиональные навыки, но, к сожалению, когда-то нас не будет, и мне бы хотелось, чтобы, в частности, мой ребёнок не влачил там жалкое существование, а жил полноценной нормальной жизнью. И вот как раз один из вариантов такого проживания мы предлагаем, как раз создание социального поселения, где могут проживать как семьи, имеющие таких детей, кто-то на постоянной, кто-то на временной основе, так и уже взрослые инвалиды. То есть вот это основная цель фонда на перспективу. Мы работаем над этим проектом, ищем средства, ищем потенциальных партнёров этого проекта. Поэтому кому сегодня не безразлично эта тема, мы приглашаем пронять участие в реализации данного проекта на территории Пермского края. Да, возможно, кто-то нас не услышит. Потому что опыт показал, что за 4 года существования нашего фонда очень много звонков, в том числе и с других территорий было к нам. И люди спрашивают, действительно уже есть ли у вас эта деревня, и возможно ли, и как в неё попасть. Но, к сожалению, пока это только у нас идея, но тем не менее мы делаем маленькие, но делаем шаги для того, чтобы этот проект был реализован. Если говорить о текущей деятельности фонда, то анализируя те проекты, которые мы уже осуществили за 4 года, первые проекты, конечно, у нас были информационного характера. Мы проводили досуговые мероприятия для детишек, причём делали это в общественных местах, в парках, скверах, в торговых центрах, для того, чтобы здоровые люди видели, что среди нас, здоровых людей, есть ещё такие вот особенные дети, и к которым нужно, наверное, относиться не с точки зрения ущербности или уродства, а относиться к ним так же, как к обычным людям, учитывая при этом, возможно, какие-то особенности. И самое главное, уметь с ними контактировать. Света, а вот можно я тут вопрос проясню? Вы эти мероприятия проводили для детей, которых вы откуда брали? Они как туда приходили? Это спецшколы коррекционные в основном. Ну, а также общественные инвалидные организации. А они как узнавали? Вы просто им сообщали о том, что такое будет мероприятие? Нашего фонда, где анонс всех мероприятий, которые мы проводим, вывешиваем на нашем сайте, я просто тоже пользуюсь случаем, скажу адрес нашего сайта, это светлаядеревня.ру, и, собственно, в интернете вы можете посмотреть и о деятельности нашего фонда, и о тех мероприятиях, которые мы сегодня проводим. Тут самое главное, наверное, что мы ждем отклика, наверное, все-таки от администрации, не только муниципальной, но в том числе и на уровне правительства, чтобы обратили внимание на эту проблему. И вот как мы поняли, сами мамы, мы не безинициативные мамы, мы не пассивные. Вот Светлана как бы этим меня поразила, почему я попросила ее, чтобы она меня позволила быть рядом с ней, потому что люди, мы сами поняли эту проблему и поняли, что если мы ее не решим, то ее за нас не решит никто. И та же газета, если мы ее не будем издавать, мы издаем практически на свои деньги, из кармана достаем деньги, издаем эту газету и развозим, сами же развозим по спецшколам, прям по родителям руки раздаем. И мы поняли, что если мы сами это не сделаем, то никто за нас не сделает. Ну вот такая объективная реальность в нашей стране. И пока не повернется к нам власть лицом и не поймет эту проблему, что ее надо каким-то образом решать, ну, видимо, у нас будут какие-то и дальше... Лариса, подождите секундочку, а Светлана начала говорить о том, что мы ищем, пытаемся найти спонсоров, тех, кто будет помогать. Ведь это спонсор, понимаете, мы ищем спонсоров, а суммы-то ведь у нас на строительство деревни, там идут суммы в миллионы. Это понятно. Да, тем не менее, вот тех проблем, о которых говорит Лариса, мы все-таки, ну, стараемся и пытаемся как-то решить. Вот те же самые вопросы в плане обучения, допустим, тех же самых детей. То есть я вот затронула говорить, стала говорить о проектах. То есть если первые проекты, они были действительно больше досугового характера, то сейчас те проекты, которые мы реализуем в течение последних двух лет, они как раз направлены на образование, воспитание и социализацию уже таких вот особенных детей. И уже, наверное, нужно готовить к профессиональности, к самоопределению. Конечно, конечно. То есть, в частности, в прошлом году педагоги городского психологического центра мы побывали в Америке, в Принстонском институте развития ребенка, где как раз вот посмотрели те уникальные, возможные методики. Это в рамках сотрудничества, ведь, с фондом была командировка? Конечно, конечно. И в рамках проектов, которые мы реализуем совместно с городской администрацией. То есть социально значимые проекты, конкурс социально значимых проектов. И в этом году, буквально осенью этого года, к нам приезжал специалист из Франции. Патрик Сансон провел трехдневные семинары для педагогов, психологов, специалистов, которые работают с детьми аутистами, для родителей были даны индивидуальные консультации. То есть, ну, этот пробел, который существует, к сожалению, в нашем образовании, мы стараемся, пытаемся решить хотя бы вот таким способом. Он действительно пробел? Он серьезный пробел. Вот можно я еще хотела как-то момент рассказать? Ну, так случилось, что я, как руководитель предприятия, являюсь членом совета директоров Пермской гелии до перспективных предприятий. И вхожу в состав Координационного совета по делам инвалидов в мэрии. Так вот, на последних заседаниях, когда у нас обсуждался план работы Координационного совета по делам инвалидов на 2013 год, выяснилось, что ни одного заседания не предусматривалось по проблемам инвалидности ментальной. То есть, имеется в виду все основные вопросы... Да, и просто даже не задумывались слепые, глухие на колясках. Да-да-да, только те, кого вот так видно, да? Да, их просто как будто бы их нет. Ну, и был поднят этот вопрос. И к чести и Грибанова, и всех членов совета, все пошли навстречу и сказали, что да, в поездку всех вопросов будут как бы отдельно вот сейчас этот включаться и рассматриваться в том числе и этот аспект инвалиды по ментальности. А разные направления, профориентация и отдых, и трудоустройство. Поэтому я очень надеюсь, что все-таки какие-то подвижки в нашем городе будут. Хотя бы вот начиная с власти, власть посмотрит, поймет, что действительно чего-то не хватает. А я вас уверяю, много чего не хватает. Проблем очень много. И получается вот сейчас немножко перескочу. Ну, так что у нас есть коррекционные школы, да, сеть, у нас все дети охвачены спецобразованием коррекционным. Но этого очень мало, потому что, ну, вы специалисты, вы понимаете, что дети аутисты или там с другими какими-то проблемами. Ну, очень много еще должна делать семья. Ну, не только семья, с ними нужно постоянно заниматься. Вот сейчас получается, что все дополнительные занятия, либо это за счет финансирования родителей, либо за счет проектов. А проекты... Ну, Лариса, ты имеешь в виду дополнительного образования. Дополнительного образования. Вот я на примере, например, нашей школы, у меня дочка в 20-й коррекционной 8-го вида обучается в программе «Особый ребенок». В прошлом, позапрошлом году приходили специалисты в проекте, которые были, и занимались нашими детьми, и мы видели, что идет динамика положительная, и все мамы, и все педагоги радовались и отмечали позитив. И вот с прошлого года у них проект закончился, и все закончилось, и все дети откатываются обратно. Мы живем от проекта до проекта, да. А проект не выиграли, я не знаю, если они не выиграли на этот год проект, значит выиграл кто-то другой, да? Я так понимаю, что все равно же количество денег, которое по проектам разыгрывается, оно ограничено? Ну, в данном случае еще, наверное, вопрос и к самим организациям, которые предусматривают каким-то образом продолжение проекта. То есть я понимаю, что проект закончился, но организация, наверное, каким-то образом должна изыскивать средства для продолжения проекта. Ну, оно и так и предполагается, тот, кто объявляет проект, он предполагает. Вот мы вам помогли, дали толчок, стартап, а потом организация должна быть в целом человечестве. Да, согласитесь, что должен быть заказ от общества, от администрации тоже на такие вещи. Заказ-то должен быть. А если никто не придет? Вообще-таки дети и останутся без всего? Ну, просто я опять же пример приведу. У нас второй год уже работают на базе городского психологического центра «Семейная гостиная», которые тоже начинались в рамках городского проекта. И тем не менее, мы находим те ресурсы, там, человеческие, финансовые ресурсы, родительские ресурсы для продолжения этого проекта. Согласись, Света, это ваша, наша добрая воля. Согласна. Ну, это не заказ от общества, это не заказ от администрации. Я поняла, муниципальный заказ, допустим, для городского центра. Да, наказание в таких услугах. Нету такой услуги. А вот не будет эффективной и энергичной Светланы и Ларисы, ну, Лариса, за скобками, и не будет тогда ничего. Вы понимаете, страшно в чем? А потом мы с вами говорим о Перми, это миллионный город. А у нас такие дети есть везде. Их очень много. То есть вы знаете, там, статистику состояния, допустим, в крае. Да. Их очень много. Ну, вы специалисты, вы знаете, что аутисты рождаются с каждым годом все больше и больше. А корректировать и обучать их, и наше общество до сих пор эффективно не научилось. Вот сейчас мы пытаемся внедрить американский опыт, но тоже нужны и деньги, и средства, и возможности, чтобы как-то это на уровне государственном обучение аутистов и вот их социальную адаптацию обеспечить. А я знаю примеры европейских стран, которые эффективно за счет европейских грантов, вот тот же опыт американцев, которым ездили наши коллеги, обучились и внедрили. А это нужно просто деньги, желание и подвижку той же администрации. А можно ли тот уже на нашу базу перенести? Просто реалии иногда очень отличаются. И нужно адаптировать. Мне кажется, нужно собрать, изучить американский, европейский опыт и взять самое лучшее, что возможно потом адаптировать на нашу российскую действительность. Потому что в целом американский опыт перенести к нам невозможно. У нас другое законодательство, у нас совершенно по-другому построена система образования. То есть нужно брать самое лучшее и внедрять у нас. Но в этом, наверное, плане лучше спросить у вас. К менталитету надо. Да, еще ментальность другая, семейные сценарии другие. Совершенно верно. И это тоже надо будет адаптировать. Я с вами согласна, что хорошо бы. Мы как специалисты, допустим, того же центра. Потому что ведь, допустим, люди с такими диагнозами, которых не видно, что они не на коляске, их и незаметно, и не видно, и специалистов-то таких мало, которые умеют с ними работать. Должны люди пройти специальное обучение, допустим. А не то, что их там три дня в каком-то семинаре пообучали. Вопрос еще в это упирается, что специалистов мало. Они, конечно, стараются. Они, конечно, учатся там, где возможно. Но тоже, наверное, вот тоже должен быть опять кто-то заинтересован в том, чтобы специалистов готовить. Получается, что пока заинтересован только мало. Мало, потому что ждать, когда на государственном уровне все так решится, мы с вами понимаем. В российской действительности все так быстро не переживает. Но, наверное, все равно надо подтачивать тихонько снизу тему. Конечно. Мне кажется, очень важно иметь и внутренний ресурс, который, похоже, имеете вы и ваши семьи. Потому что у нас был очень хороший ресурс в плане дружеского депутата Государственной Думы, который понимал нашу проблему и очень нам помогал в решении многих вопросов. В том числе, благодаря практически на его деньги эта газета наша издавалась. Но человек не смог переизбраться, избрались другие, которые не понимают этих проблем. И все отыгралось назад. Так вот, смотрите, Лариса, мы как раз к чему подошли. О том, что внешние ресурсы это хорошо. Был дружественно настроенный депутат, который... Я же не могу желать, чтобы у них такие дети в семье появлялись, чтобы они начали понимать эту проблему. А появился другой депутат. У него какой-то приоритет. Другой приоритет. Да, какие-то. И все. Мы вот сейчас, вот Татьяна начала говорить о внутренних ресурсах, о ресурсах семьи. А вот то, что вас вот так вот держит, да, кто вам помогает, какое ваше окружение, что вот оно позволяет вам так быть... Ну, заинтересованными, понятно, это ваши родные дети, да, но тем не менее, вот вы вот так прекрасно выглядите, вот так, скажем, социально адаптированы, вы такие активные. Да, общественно активные. Так, что это? Откуда это взялось? Потому что понятно, что ребенок, который живет в такой семье, такой ребенок особый в семье, он, наверное, должен получать ресурсы напрямую от родителей. Видите, родители вот такие, чтобы он стал тоже активным. Некий образец того, как адаптироваться в жизни. Это, в принципе, для любой семьи, в общем-то, важно. Мне кажется, для семьи с особым ребенком. Особенно. Может быть, даже как-то очень приоритетно. Каждая семья, наверное, по своим... Вы можете поделиться с темой жизни? Как у вас происходит это? Ну, как происходит, я не знаю, как происходит. Вот так происходит. Я руководитель предприятия, завода маленького. Да, у вас времени-то не так много. Времени у меня не так много. У нас есть няня. Сейчас у нас няня вообще очень удачная. Она специалист-дефектолог с 25-летним стажем. Не всем так полезно. Да, помогают уроки делать и приводят, уводят ребенка. У меня очень хорошая семья, которая помогает мне. В том числе даже мой старший сын, 21 год. И он с удовольствием занимается и все вопросы решает. Да, действительно, ребенка... Дочь у меня 2, ей 11 лет. Внешне она не отличается от людей, в смысле, от других детей. Но она не может говорить, совсем не говорит. Ну и есть еще и другие ментальные проблемы. Но вот сразу не поймешь. Люди обижаются, что она как-то не так реагирует. Да, ну вот это проблемы аутические. Ну что сказать. Мы, когда поняли проблему, это, наверное, уже случилось где-то году. Потому что в 9-8 месяцев нам ставили норму невропатологи. Хотя родовая травма там была и были проблемы. И вот мы начали с этого времени заниматься ребенком. То есть сразу включились? По всем больницам, по всем, все, что можно. Объездить, все проверить. Коррекционные садики. Занятия у нее было всяких всегда. Обычно бассейн, лошадь, рисование. Все, что можно. Обязательное море, если есть возможность дельфина, это каждый год и не по разу. Вот все, что можно. Мы пытались. То есть мы можем себе позволить. В нашем классе, в котором дочь у меня учится, не так много родителей может себе такое позволить. И не все мамы работают. И не все мамы в полной семье без пап. Поэтому я считаю, что если я имею возможность какую-то и финансовую, и в том числе, ну не знаю, в плане времени какого-то свободного, и при этом ничего не делать, мне просто будет стыдно. Видя тех мам, которые не могут оторваться от этого ребенка совсем. У нас есть в классе тяжелые дети, не как мои, которых там надо очень сильно ими заниматься. Потому что разное бывает. Нам приходится за всех. Лариса, ты расскажи, как у тебя ребенок приобретает бытовые социальные навыки. Как ты рассказывала? Ну как, мы стараемся все, что можно, ей приедет. Для этого, например, два года назад мы завели курицу у нас на даче. Потом перепелки к ним добавились. Это обязанность дочери. А ухаживать? Да, она кормится. Ну там все автоматическое у нас. Засыпать кормушки, собрать яйцо. Если Аня долго не знает, значит Аня уже в курятнике. Это ее любимое занятие. Она пытается нас кормить, она пытается что-то там встряпать. Ну это, конечно, нельзя есть. Вот мы как-то пытаемся ее привлекать в наш семейный, в дела ежедневные. Сейчас няня нам очень помогает в этом. Пока я на работе, они с ней что-то делают. Ну вот это вот опять же про то, что если вот у ребенка здоровое, будем говорить, такое окружение, да, эффективное, если семья в состоянии быть семьей, то и у ребенка больше ресурса. Если семья принимает. Ну как можно не принять. Вы знаете, мы этим раз даже задумались с мужем. Я говорю, вот представь ситуацию, вот тебе бы сказали сейчас, у тебя Аню, у нас Аню заберут, и нам отдадут другую девочку здоровую абсолютно. Нам не надо. Потому что этот наш, до такой степени любимая она. Она просто купается в любви нашей, и она очень нас любит. Нам не надо другого, мы обожаем вот ее. Мне кажется, Лариса сейчас сказала очень важную вещь о любви. Потому что именно на этом строятся отношения, и на этом есть возможность очень хорошо развиваться. В тех границах, в которых это возможно. Да. А принятие, я говорила, может быть, не столько на начальном этапе, когда семья так долго переживает появление ребенка, и смириться не может. Ну, смириться, может быть, то, что рассказывала Лариса, мне кажется, тот вариант, когда есть принятие, и надо с этим что-то делать. Была ломка у меня. Столько было уже вложено в это, вот, судя по такому, на первый взгляд, короткому рассказу, так много уже сделано. Ребенок был поздний, ребенок был поздний, и поэтому были планы, как моя девочка вырастет, в какой институт поступит, кем она будет. И когда году я поняла, что она другая, и что этого не будет, того не будет, и вообще неизвестно, что будет, ох, меня сильно ломало. Ну, наверное, неделю. Да слез ломало, когда до меня дошло. А потом, а потом как-то куда-то все подевалось, и я, честно говоря, никогда не скрывала, что у меня ребенок другой. Я не прятала ее. Мы с ней везде ходим, и я нисколько этого не стесняюсь. Мы не алкоголики, не наркоманы, и, в принципе, это может быть у любого. Бог послал этого ребенка, чтобы испытать любовь, чтобы познать любовь. Ну, и, возможно, принести платье другим. И принести другим, возможно, я нужна была для этого. И, мне кажется, даже сегодняшний разговор, он очень, может быть, важным для кого-то из родителей, кто сможет посмотреть эту встречу нашу. Ну, просто говоря еще о любви, то есть, Лариса действительно была в их семье, я видела, насколько ребенок, их окружен любовью, но, тем не менее, ребенок сам способен дарить эту любовь. Причем она настолько искренняя, то есть, нет вот этой фальши и лжи, просто, опять же, переношу на своего ребенка, вот мало, наверное, кто из обычных мам чувствует эту ласку и заботу о здоровье, безусловную, о здоровье ребенка. Мне ребенок руки целует. Я просто, когда на первый раз это сделала, у меня слезы на глазах навернулись, но это действительно такие вот потрясающие вещи, чего, в принципе, в обыкновенной жизни просто не увидишь. Дети эти умеют любить и делать это, действительно, безусловно. Ну, очевидно, потому что они видят, безусловно, больше по-другому-то не бывает, потому что мы вот с Татьяной, Татьяна Челова говорит о принятии, о любви. Мы-то слышим, нам звонят иногда дети с ограниченными возможностями здоровья, даже с диагнозами, инвалиды, и они-то рассказывают о том, как, что происходит в семье, поэтому, и они не врут. Такие, ну, вообще дети редко врут так уж. Там все честно, там они рассказывают все правду, как родители, что там происходит с родителями, и там, ну, ненавидят буквально родители. Этих родителей тоже можно понять. Их родители ненавидят, да? Этих родители, ну, там обоюдно, да, и дети родители. Там тоже их можно понять. Это страшно, даже представляешь, страшно. Это страшно, страдают все, страдают все из этого тупика, они не знают, как кураться. Ну, вот, поэтому как-то... Вот тогда, наверное, поселение, да, где будет какая-то любовь. Я даже вижу, дочь приходит в класс, они все, они там так друг друга любят. У нас в классе есть, да, он и дети, они просто, ну, не знаю, они добрейшие и светлые. Мне кажется, еще важно, вот, когда они находятся рядом, и там какие-то чувства, они уже воспитаны. Ну, у нас есть социум, и вот то, что вы, Лариса, говорили, что вы гуляете, везде бываете, это здорово. К сожалению, это не очень характерно вообще для нашей действительности. Хотя процесс идёт. Ну, разное мы слышим от людей, разное, разное видим, слышим. Самое ужасное, наверное, вот то, что я испытала, наверное, очень жёсткие дети. Жестокие, наверное. Жестокие дети. За границей особенно почему-то. Видимо, там по обеспечению верхушка выезжает. Ну, там-то как раз сейчас всё про толерантность и про принятие. Нет, за границей наши русские. А, наши русские? Да, наши русские. За границей, мамочки, что ж вы тут приехали с этими странными детьми. Как-то в самом городе вот я такое редко замечаю. И тогда получается, что ваша семья, она более здорова, чем та благополучная семья, условно называемая благополучной, где совершенно отношения могут быть нездоровые, потому как нет вот такого отношения толерантного к людям совершенно другим. Но ведь это нужно воспитывать в собой в семье и делать это с самого раннего возраста. Понятно, что сегодня мы говорим об инклюзивном образовании. И что мы делаем? Мы чисто механически соединяем две школы, где здоровые дети никогда не умели и не имели опыта взаимодействия с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Мы в прошлый раз тоже об этом уже начали говорить, об инклюзии, что там тоже будет еще много вопросов. И, собственно, это нужно делать с самого раннего возраста, начинать с родителей, с детей. Они сразу должны это винить, да? Конечно, они должны получать этот опыт и в детском саду в том числе, и далее в школе, затем получая профессиональное образование, ну и уже на работе, да, у работодателя на работе. К сожалению, иногда семья стремится оградить ребенка, взаимодействие с другими детьми, да, вот не им подобными. И тем самым они, я думаю, что наносят себе вред, потому что им это тоже вернется. Но они перекрывают потом какой-то ресурс. Вот ты о работе сказала, мне очень хотелось, расскажи по поводу работы. У тебя есть опыт трудоустройства дочери. Да, очень много. Расскажи, потому что твой опыт уникальный, я считаю, что тебе стоит рассказать. Ну, вы знаете, я, наверное, вернусь немножко, опять же, там, несколько месяцев назад, когда проходил круглый стол и проводил его Слава Федоровна, директор городского психологического центра, как раз касающийся вопросов трудоустройства и профессиональной ориентации инвалидов. И вот тогда я заявила на круглом столе, что вот я сделаю все возможное, чтобы мой ребенок работал. И летом я эту задачу все-таки решила. В течение двух месяцев моя дочь работала здесь, в Перми, работала хозяйкой зала, в кафе, который находится в торговом центре Айсберг. А сколько лет, девочки? 18 лет. 18 лет. Собственно, идея у меня витала давно, мы с сыном поговорили, у него появилось, ну, действительно, желание, поскольку это, во-первых, и другой город, это новый круг общения. И вот мы пошли по этому пути, позвонили, встретились с работодателем, понятно, что нас не сразу взяли на работу, был сначала испытательный срок 2-3 дня, нам сказали нет, ничего не получается. Я говорю, ну, давайте попробуем подольше, то есть у нас самое главное ведь не деньги заработать, а чтобы ребенок... То есть вот это прошла практику, ну, и, собственно, нас потом взяли на работу, и в течение двух месяцев она у меня буквально летала на крыльях. Понятно, что сложности были с тем, что приходилось рано вставать. Сама ездила, да? А, далеко ехать надо? Ну, да. На троллейбусе, да? Ну, без пересадки. Без пересадки, в течение, наверное, 40 минут ей приходилось добираться, но первые дни мне приходилось ее провожать и забирать с работы. Потом мы усвоили маршрут самостоятельно, и в последующем она уже самостоятельно ездила до работы. Ну, хочу сказать, что понятно, что ей было очень сложно, она уставала, такая большая физическая нагрузка. Возможно, и не все успевала, поскольку работодатель говорит, что, ну, необходимо было постоянно ее направлять, подсказывать, где нужно убрать, потому что она не видела весь тот объем работы, который необходимо сделать. Но, тем не менее, у нее были еще и свои плюсы. Она была очень ответственным работником. И старательная, наверное. Поэтому ее ставили именно в первую смену, потому что она всегда приходила вовремя. Никуда с работы она там не покурить, не прогуляться по магазинам точно не уйдет. И вот, ну, в этом плане были свои плюсы. Заработала свои первые деньги, была безумно счастлива, принесла домой и отдала маме. Это вообще такой редкий случай, честно говоря, радует. Ну, вот Света рассказывала, не знаю, поделюсь, наверное, что ты мне рассказывала. Когда случилась проблема там что-то с транспортом, сломался транспорт, и у нее вот этот алгоритм, она знала, что вот она садится, едет, выходит. И он нарушился, и у нее началась паника. Да, она звонит маме, плачет, она уже как... Она дальше не знает. У нас с этой остановки знает, а вот с этой уже... Ну, с другой стороны, 18 лет у нас бывают и совсем здоровые дети. Да, в городе Морозово. Хотела сказать, что то, о чем вы рассказывали, Светлана, вот некий алгоритм такой, как вы. У нас не все дети, которые способны сами многое сделать, умеют это делать, к сожалению, к этому возрасту, потому что вот не придается этому значение. Это действительно процесс постепенный и очень важный. Да, просто надо обучать. А вы здесь сейчас обучаетесь в училище. Да, подожди пока. Давай еще. Да, мы просто этот случай до конца не рассмотрели. И когда она поняла, что она опаздывает, она позвонила, собственно, маме, мама позвонила работодателю, мы опаздываем. И после этого мы обязательно проанализировали ситуацию, и я ей рассказала, каким образом можно в этом случае сделать, и каким образом построить по-другому маршрут, если в данном случае там сломался транспорт. Сколько нужно иметь терпение, да? Дать понять ребенку, что есть еще варианты, как-то еще по-другому можно. Извини, я перебила. Нет, я тебя пытаюсь попытать еще. А, я тебя тоже перебила. Время заканчивается, поэтому тебе хочется попытать. Потому что сейчас, поскольку время заканчивается, нам надо... Попытать тебя еще. По поводу образования, которое вы сейчас получаете. Расскажи, как ты умудрилась все-таки ребенка... А, ну сейчас Инна у меня учится в кулинарном училище вместе с обыкновенными детьми. Понятно, что это только личная коммуникация с руководителем училища. На повар. То есть вам удалось ее туда, ну можно сказать, на личных контактах. Да, я понимаю, что ей очень сложно, но тем не менее мы это делаем. Пусть она, возможно, там учится, проучится один год, возможно, два года, но она получит те навыки, которые ей, собственно, потом в жизни могут и пригодиться. Это очень жизненные навыки, правда. Готовить есть себе, маме, там бабушке с дедушкой, я думаю, что... А какие вам еще могли предложить специальности? Вообще никакие. А она сама как-то принимала участие в выборе-то, куда-то, где учиться. Ну понятно, что мы с ней разговариваем. То есть, Инна, как ты... Да, то есть, ну есть вот возможность вот такая. Ну или она мне очень часто в последнее время задумывается о создании собственного бизнеса. Но при этом она говорит «собственный бизнес», а... А что именно? Чем бы ты хотела заниматься? То есть, тут для нее еще вопрос. Ну, в вашей семье можно этого пожелать, чтобы пришли к этому, потому что процесс запущен. И у вас как-то все правильно вот выстраивается, как-то очень логично и грамотно. Света, у нас просто пример, как надо это делать, потом она описывает и делится с мамочками. Как вот берите и пользуйтесь, идите по стопам, если вам не лень. Если вы любите свои детей. Спасибо, что вы пришли поделиться с другими, с родителями. Очень много вложено в это. Мне кажется, любая нормальная мама должна понимать, что любить детей во всех смыслах полезнее, приятнее. И в плане будущего оно приятнее, чем ненавидеть, и потом в старости пожинать плоды. Ну вот хоть как, вот находиться в состоянии любви, оно всегда приятно. К сожалению, это говорит наша голова, а любовь, она откуда-то вот... Ну как? ...или не любовь, откуда-то не оттуда рождается. И, к сожалению, это такое тоже есть. Но мы видим, что вот у нас две абсолютно удачные, здоровые семьи. Спасибо вам огромное, что вы к нам пришли. И, естественно, наверное, это не в последний раз. Если нам удастся еще поговорить, заявляйте темы. Спасибо. Напомню, что у нас наш сайт. Придем с удовольствием. Еще раз говорю, что благотворительный фонд «Социальная деревня Светлая» готов помогать родителям. Вы всю информацию о деятельности нашего фонда можете посмотреть на сайте светлаядеревня.ру. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.